Всем привет, всем здравствуйте! Меня зовут Аня Купер. Вот такой у меня теперь кучерявый стилёк. Ну, в общем, нравится мне кудрявый мой стиль. Напишите, что вы думаете в комментариях про такие кучеряшки. Мне кажется, на лето это вполне приятно. Мне сегодня доставили вот такой красивый букет, представляете? Я думала вот тот букетик поставить, чтобы украсить сегодняшнее пространство своё, а вот подгончик. Сегодня будет три новых аромата. Я так их ждала. Наконец-таки их собрала. Пришли все посылочки, я всё получила. И я вам покажу ещё два аромата. Короче, пять новых ароматов. Остальные вы ароматы видели. Короче, это будут ароматы лета 20-24. У нас уже заканчивается июнь. Пролетел просто как секунда. В принципе, лето пролетает всегда очень быстро, поэтому наслаждайтесь. Наслаждайтесь. У нас сегодня безумная какая-то жара. Наверное, на солнце все 40. Но, слава богу, в Бельгии жара не задерживается. Три-четыре дня, пять максимум, потом опять будет 19-20, так что нормально. Но жарковато, конечно, поэтому я хочу сейчас быстренько... Видите, какое тут сейчас будет яркое солнце? Видите, мой прыщ у меня ПМС жуткий. В общем, пока нет палящего солнца, я сниму для вас видео и, надеюсь, выложу его очень скоро. Итак, ну с чего начнем? Ароматы 20-24. Что такое 20-24 для меня? 20-24 это для меня очень странный год. Не знаю почему. Странный год. Он такой непонятный. Я что-то в каких-то непонятках нахожусь, поэтому настроение все время меняется, планы меняются. Какой-то вот что-то туда-сюда меня калашматит. Короче, ладно. Это отношение к ароматам не имеет. Просто ароматы я смотрю тоже немножечко такие crazy, мейзи, пейзи. Итак, давайте начнем с моего любимого аромата этого сезона. Я бы сюда отнесла бы и весну, и, в принципе, прохладное лето. Давайте учитывать климат. Я живу в Бельге. Здесь лето прохладное, сырое. Я живу у моря. Здесь много ветра. Поэтому прям сильно-сильно свежаки. А я в них не нуждаюсь. Я могу носить здесь более-менее. Потому что у нас тут нет таких ярких каких-то, прям, таких вот прям яркого-жаркого климата. Ну, не знаю. Сегодня просто исключение. Обычно, когда жарко, я вообще никакие ароматы не ношу. Но максимум аква-олегория. Кстати, аква-олегорию забыла взять. Аква-олегория очень хорошо на жару. Вот есть такие ароматики типа Tom Ford. Вот эти вот, знаете, голубая линейка у них есть. Такие вот легкие, акватические, такие мыльно-рыльные ароматы. Но я не вижу смысла в них кладывать деньги. Даже аква-олегория не сует... Итак, поехали. Итак, аква-олегория максимум, что я бы могла пользоваться. Ну, чем-то свеженьким. Вот такой у меня еще есть аромат зароский. Но это два клона. Короче, про это поговорим. Про этих двух красавчиков поговорим попозже. Итак, мой любимый аромат на этот... Мы еще с вами поговорим про тилию. Это два хайпа у меня. Хайп-хайп. Хайп-точка-два. Итак, голубой талисман. О-де-парфам. Я думаю, что этот аромат выйдет еще в разных версиях у Экснила, потому что это хайп. Это хайп. Кстати, слышали, что в бакара выходит какая-то там нуар или экстракт? Нет, экстракт уже был черный. Бакара-нуар. Это что-то, наверное, будет запредельное. Итак, блю талисман. Аромат счастья. Аромат... Здесь... Я, кстати, здесь не слышу ни грушу, ни имбирь. Я здесь слышу немножко отголоски ганимеда. Я специально не стала брать ганимед, потому что про ганимед уже много чего сказано. У меня будет тилия. Есть некая фруктовость, воздушность, много воздуха. Обожаю. Можно я нанесу? Хотя сегодня уже много чего наносила. Но талисман – это мое счастье. Это моя любовь. Это мой краш. Это мой краш. Свежий, красивый, необычный, громкий, звонкий, манкий. Это просто номер один. Очень красивый аромат. Я думаю, что вам понравится. Если вы любите ароматы в стиле ганимед, если вам нравится что-то такое необычное, хайповое, стильное, это аромат весна-лето, ну, может быть, зимой тоже хорошо. Я его просто зимой не носила. Я его начала носить весной, и вот сейчас лето. Number one у меня. Number one. Спросили у меня сейчас был эфир, и спросили, что лучше, тиля или талисман. Я не смогла ответить. Очень сложно, потому что, казалось бы, и то, и то очень классно, и то, и то разное. Потому что здесь нет такой сладости, как есть в тиле. Тиля сладковатая. Там больше меда, мимозы. Давайте поговорим про тиля. Тиля – это вот такая вот красотулечка. Вот такая вот красота. Красотуся. Много про него рассказывать не буду, потому что хочу снять про него отдельное видео. Все чудесно. Аромат напоминает мне немножко... Аромат мне напоминает что-то из детства. Вы знаете, у нас в Калининграде очень много лип. Липы, каштаны еще от немцев остались. И эти липы, когда летом цветут, это безумная красота. Они таким сладким медовым ароматом, сладкими-сладкими липами. Вот в Бельгии не так много лип. К сожалению, хвои здесь не хватает. А когда цветет липа, девочки, это так вкусно. Я не очень люблю липовый чай, но вот липовый цвет имеет желтых цветов. Здесь очень много меда, мимозы и, конечно же, липы. Все, кто пробует этот аромат, все в восторге. Это хайп, это бомба, это шикарно, это красиво, это стойко, это звонко. Вот серьезно, что выбрать, я не знаю. Я вам рекомендую попробовать. Я рекомендую попробовать познакомиться. Вот. Я видела девчонки из Парижа просто коробками-коробками везут эти ароматы в Москву, потому что сложно достать и вообще все сложно. Здесь вот такая книжечка идет с QR-кодиком. Тут про все ароматы бренда. Вот Insolent мне не зашел. Ганимет Экстракт окей, но я люблю больше оригинальный. У меня он есть. Вот. Б683 Экстракт. Я, к сожалению, его не пробовала. Ну, какой-то такой мужицкая кожа на такой... Кстати, буду в Париже. Номер 6, Рю де Будапешт. Будапештская улица номер 6 в Париже. Надо будет заглянуть к ним. У них очень красивый магазин. Да, стильный такой. В Лондоне они тоже есть. Ну, в общем, зайдем. Зайдем к ребятам. Понюхаем. Понюхаем их ароматы. Улица Будапешта номер 6. Антуан Буруа. Вы знаете, да, что эти ароматы делает... Это Марк Антуан Буруа. Это бренд одежды мужской. А аромат делает Биш. Наш любимый Квентин Биш. Про Квентина Биша сегодня еще поговорим. В общем, девочки, Тилия и вот эти два моих. Просто лавки-лавки. Очень нравится. Едем дальше. Квентин Биш. Мелиора. Мелиорочка. Так, Никуси на себя выливает ароматы безбожно. Этот аромат я у Никуси выцарапала обратно. Она его цап-царап забрала себе в свою квартиру. Представляете? Переехала и мои ароматики. Я прихожу к ней, думаю, это так, давай-давай-давай-давай назад. Приходит ко мне домой, опять им поливается. Любит-любит. Блиню на себя вылила, теперь Мелиору выливает. Посмотрите, осталось. Она поливается вообще, она просто аромат не чувствует на себе. Она им льет, льет, льет. Все мантали мои забрала. Но мантали мне не жалко, а вот это я обратно забрала. Я говорю, это мой вообще аромат свадеб. Я сам уже хочу выходить в этом аромате. Итак, Мелиора, аромат смородиновый, свежий, звонкий, белые цветы. Я бы его назвала аромат чистоты, свежести, лета. Очень красивый, на вечер, на лето очень красиво. У меня есть еще Делина Ля Роса, обычный Делина Экстракт. Я не стала брать Делина, у меня вообще что-то про розы тут ничего сегодня нет. Ну и ладно. Зато будет вот этот аромат. Тут как бы аромат посвящен, в принципе, черной смородине и белым цветам. Но меня я вообще смородину не очень вообще раньше любила. Сейчас как бы более-менее к ней отношусь. Но так, навы с ней. Но здесь больше про белые цветы. Как-то было тут закручено так, по-моему, да? Как-то вот так же было. Короче, я рекомендую тоже этот аромат на лето. А как его сделать? Я не помню. Короче, как была кисточка, кто помнит? Сейчас накрутим, навертим. Аромат свежий, чистый, звонкий, стойкий. Вообще, Марли мне очень нравится. Какая у них была. Вообще, у бренда мне очень нравятся ароматы. У них есть табачный мужской, очень красивый. Делины мне все нравятся, кроме эксклюзив. Вот, нравится очень-очень-очень. Мелиора любимейшая моя. Валая у меня нет, но я бы очень хотела. Валая классная. Так, 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 так. Карамельная новинка у них мужская вышла в таком рыжем флаконе. В общем, классный, классный бренд. Обратите внимание на Валаю, на Мелиору и на Дели Нуля Рос. Очень-очень классно. Так, еще одна новиночка у меня в руках. Это Элла Ка. Почему-то мало очень говорят про этот бренд, но это очень крутой бренд. Вот с этой новинкой я познакомилась на выставке. У них вышла орхидея и мускус. Вот, мускус. В прошлом году у них была новинка Камелия Ка. А теперь у них вышла орхидея Ка и муск Ка. Маск, маск. В принципе, вот сегодня я, кстати, тоже утром душилась этим ароматом. В принципе, вот эти два аромата, девочки, это маск терапии и маск от Элла Ка, они немножко похожи. Ну, чуть-чуть они пересекаются. Да, они такие свежие, чистые, мускусные, очень красивые, похожие. Для меня они прямо с близнецы, можно сказать. Ну, просто как бы хайп на маск терапии уже закончился. А это новый аромат. Пишут на Афрорантике 23 год, но в 23 году его еще не было на выставке. Он появился в 24 году на выставке. Не знаю, может быть там как-то вышел уже после выставки в прошлом году. Короче, сегодня в нем аромат чистоты, звонкости. Немножко где-то, знаете, мне бланш от Байреда. Здесь такой агрессивной, звонкой чистоты нет. Здесь такой пудровый мускус, такой чистый. Это маск терапия, не все. Очень-очень хочу наркотик Делайт. Прям вообще очень-очень-очень хочу. Так что у меня скоро день рождения, если что. Принимаю подарки заранее. Амуаж хочу Лав Делайт. Ладно. В общем, короче, девчонки, если хотите красивый аромат чистоты, свежести, спокойный, люксовый, такой секси, дорогой, то возьмите или Ниссио маск терапии, либо Элла Ка маск. Это новинка, это не новинка, но они похожи. У них даже флаконы похожи, посмотрите. Тоже тут золотые крышки, белые такие матовые флакончики, тяжеленькие такие, прям вот как будто бы с одной фабрики. Ароматы сильно похожи, поэтому пробуйте. Все стойкие, классные, свежие. Мускус такой не как у Делины или как у Торензи. Мускус спокойный, бархатный, шепчущий, мягкий, сливочный, очень дзен, очень дорого, очень как в дорогом отеле, как в дорогом спа в каком-то, как будто бы, знаете, к вам боятся обратиться, чтобы вас не побеспокоить. Вам говорят, мада, такое все, понимаете, очень дорого, очень богато. Люблю, не могу, рада, что Элла Ка у меня есть. Орхидея тоже хорошая, но она такая чуть пободрее. Тут как бы полный дзен. Так, ну что, едем дальше. Это два клончика. Все это клоны Лилаба Сантал 33. Это любимый, как его комплиментируют, боже мой, как его комплиментируют. При мне женщина, моя знакомая, увидела на мне этот аромат, услышала, говорит, что это, что это. Я ей показала, она тут же на болт.ком заказала. Борсантал, мне он даже больше нравится, чем Лилабо. Соленоватый, рассолистый, сандалистый, такой скандалистый, классный аромат. И вот если сейчас я вот нанести его, на другую руку нанести, это Зара, Нью-Йорк. Напишу название внизу. Этот более мускулинный, а этот более женственный. Так они похожи. Тоже такие клончики на лето, класс. Бодро, звонко, солоновато, сладковато, сливочно. Здесь больше рассола, здесь больше сладости. Вот эта вот линеечка Зара с городами, там был еще Лондон, он был очень похож на Аделину. Лондон я не нашла, уже не была, а вот эта купила по скидке. Так что вы эту Зару уже не найдете, поэтому нет смысла про это говорить. Но на всякий случай вдруг попадется вам где-то. А это Флёр де Сантал, это Флёр де Сантал, Атар Коллекшн, один из лучших ароматов у бренда. Люблю еще у них Хаяти, Росгалор, Халтат Найт и вот эту красотулю. Очень красивый аромат. Это лучший. Стойкость феноменальна. Я на себе не слышу, но люди слышат, комплименты делают, сразу же бегут заказывать. Комплименты познакомятся. Кстати, в принципе, аромат доступный. Тут 100 мл. Говорят очень громкий, я на себе его не слышу. Но у меня так часто бывает. Я могу обливаться Миколевым. Ананда моя любимая. Последнее время тоже им душусь. Может быть, блин, не буду, все мне плохо станет. Короче, Ананда старый аромат. Какого он года, девчонки? Я что-то гуглила. Короче, ему дофига лет. Но он фруктово-мускусный. Тут маракуйя, манго, ананас. Очень много фруктов на мускусной подушке. Такой в стиле Жадор, казалось бы. Но он слаще. Но он как будто бы слаще. Это какая-то такая зефирка. Какой-то воздушный, фруктовый, маракуйевый мусс. Я очень люблю Ананду. Считаю, что лучший аромат у Миколев. Один из лучших. У меня есть еще Ананда Дольча. Я не стала ее доставать. Она у меня маленькая. Это у меня сотка. А Ананда Дольча у меня тридцатка. Я считаю, что это лучше, чем Ананда Дольча. Достаточно тут сладости. Достаточно тут фруктовости. Достаточно тут мускус. Тут тоже такой нормальный, спокойный, не агрессивный. Очень люблю. Тоже комплементарный. Очень секси. Мне кажется, классный аромат для блондинок. Так, давайте добавим немножко перчиночки. Хейс. Мой любимый Хейс от Акро. Тут уже, конечно, я его люблю с чем-нибудь смешивать. С чем-нибудь сладким. Тут просто крышесносный зеленый аромат. Можжевельник, мята. Кто-то коноплюшку слышит. Ну, может быть. Ну, такая, не как будто бы косяк кто-то курит рядом. А просто травянистый аромат. Тут мало зелени. Тут мало сладостей, но много зелени. Аромат очень красивый. Очень вкусный. Я считаю, что тоже совершенство и эксклюзив. И такого нигде нет. Очень мало таких ароматов. Именно про зелень, про натуральность. Никакой химозины. Просто вот природой пахнет. Тропиками. Ну, может быть. Напоминает немножко брекен от Амуаж и немножко палп от Байреда. Вот что-то посерединке. Просто без сладости. Очень люблю. Прям хейс. Мой первый акро. Очень любимый. Так. Недавно носил. Тут у меня, видите, к сожалению, видите, аромат у меня вытек. Весь протек. Вот не люблю ароматы, которые раскручиваются, к сожалению. Он потом герметично стеряется. Это Серж Лютен. Вот у меня осталось совсем чуть-чуть. Это молочный зуб. Какой он комплиментарный. Боже мой. Тоже мне женщина на нем. Причем, видите, собрала комплиментарные ароматы. Ну, это ароматы лета. Комплиментарные. Так и назовем. Это молочный зуб. Это артхаус. Это зеленый миндаль и немножко с таким зубодробящим, свежим зубным порошком. Вот. Он напоминает мне что-то из детского садика. Он тоже у меня вызвал комплименты у окружающих. Правда, женщина сделала комплимент. В основном женщины женщинам делают комплименты. А мужчины почему-то боятся женщинам комплименты делать. Но все только это незнакомый мужчина. Очень-очень-очень его люблю. Жаль, что он у меня весь вытек. Представляете? А сейчас попробуй купи сотку лютена. Блин, ценный пипец. В общем, иногда балуюсь остаточками. Очень жалко. Вот он у меня где-то упал, закатился, вылился. И все, видите, вот тут вот все в жире. Ну, как так-то? Красота. Молочный зуб. Ну, не для всех. Потому что отпугивает своей вот этой вот свежей какой-то такой порошковой нотой. Он отпугивает многих. Он прям такой, знаете, ниша-ниша такая. Но на лето хорошо, он свеженький. Так, ну что у нас остается. Кстати, короткое у нас получилось видео с вами. Не длинное. Я думала, длиннее получится. Два новых аромата ко мне пришло. От бренда Le Seur de Noé. Это бельгийский бренд. Представлен в золотом яблоке. Еще много где в России и в других странах. Посмотрите. Они мне предоставили две своих новинки. У них потрясающий аромат цитрусовая поэма и Midnight Call. Это я пробовала в отливантах. У меня есть эти отливанты. Классная цитрусовая поэзия. Это просто аромат фанты. Знаете, такой апельсиновый фанты. Апельсинового сока какого-то яркого. А Midnight Call это что-то цветочное. У меня немножко ирисы какие-то, по-моему. Там что-то такое. Цветочный, красивый аромат. Такой женственный. Итак, что у нас тут? Это у них вышла новая линейка. И в новой линейке у них ароматы с красными крышечками. Это такие ягодные ароматы. У меня Red Berries, Elixir и Forbidden Nectar. Это один аромат вишневый. Другой аромат клубничный. Сказать, что это прям вишенка-вишенка. Давайте. Вот этот Forbidden Nectar это про вишню. Так, куда наносите? Уже вся в ароматах. Итак, запрещенный нектар. Forbidden Nectar. Это вишнево-пудровый аромат. Но здесь вишня такая. Она не ликерная вишня, как мы с вами привыкли. Это не Lost Cherry. Нет. Это такой немножко пудра. Чуть-чуть вишенки. Такой, знаете, красивый. Такой элегантный девичий аромат. Очень красивые у них флаконы. Посмотрите. Просто потрясающие. Я думаю, что осенью мне как раз зайдут эти ароматы. Может быть, вот сейчас на прохладное лето. Forbidden Nectar это вишнево-пудровый аромат. Элегантный, спокойный, выдержанный. В аптеке мне сделали на него комплимент. А вот Redberry's Elixir это больше про клубничку. Блин, надо как-то посовременнее, что ли, попрофессионально подходить к видео. Взять блотеры. Вся себя облилась, теперь все запуталось. Это клубничный аромат. Клубника не химозная. Красивая такая, прям натуральная. Как будто, вы знаете, клубничку вы взяли и вилочкой так ее подавили. И сливками или какой-нибудь сметанкой жирной полили. У вас получился такой десерт подмороженный. Очень красивый аромат. Не знаю даже, что мне больше нравится. Девчонки, кто пробовал, напишите ваше мнение. Если хотите познакомиться с брендом, я бы на вашем месте начала бы с Midnight Coal или с Цитрусовая поэзия. Напишу тоже внизу название, чтобы вы нашли их. Если что, у них синие крышечки. Вот, но это именно про ягоды. Вишня, клубника. Летняя такая вот у них линейка вышла. Но я думаю, что эти ароматы будут очень комплементарны и на осень. Почему? Потому что здесь такая есть какая-то в них элегантность, пудровость, сдержанность. Здесь такие ягоды, они такие не сладкие. Не, как бы сказать, не перья. Они скорее не до. Вот клубники мне здесь хватило, а вот вишенки мне хотелось бы немножко побольше. Вишенки мне не хватило, я люблю более такие сладкие ликерные вишни, вишневые ароматы. Но и это тоже, почему бы и нет, тоже можно. Очень классный бренд, очень приятно, что это бельгийский бренд. Вот, есть у ароматов, у этого бренда потрясающие вообще ароматы. Просто познакомьтесь с ними, попробуйте, возможно, эти ароматы вам зайдут. Ну что ж, вот такие летние ароматы. Очень понравился еще аромат Love Delight. А там у Аш не ожидала, что он мне так зайдет, потому что когда я его пробовала в Милане, он как бы мне показался, ну, что-то типа Гайденса. Гайденс только сбоку, те же яйца только сбоку. Но Гайденс сейчас вышел новый, какой-то там новый вышел Гайденс, надо его попробовать обязательно. Вот, а Love Delight мне прям в душу запал, он действительно такой сбалансированный. Вот, от Леван там сейчас пользуюсь, сбалансированный, такой, знаете, там и сладко, и кисленько. Все в меру, все дорого, все богато, очень-очень-очень такой аромат стойкий. Дальше, что мне еще понравилось? Ну, блюталисман Тилио я вам рассказала. Байбазо, классный летний аромат, байбазо морской бриз. Тоже такой красивый какой-то такой, цитрусовый такой, солоноватый. О, вспомнила, симфония от Луи Виттон. Да, попробовала этот аромат, тоже хочу заказать себе от Леван, попробовала в магазине Луи Виттон. Это богатство, это роскошь, это как будто бы ты в каком-то замке находишься, много воздуха, много цветов, много каких-то, может быть, какой-то такой ветерочек легкий, какие-то цитрусовые, там, по-моему, грейпфрутовый, такой какой-то чуть-чуть альдегидный, что ли, свеженький такой аромат, ну, дорого, ну, блин, 900 евро. Извините, простите, он стоит в России 90 евро, это 900 евро, нет, 90 тысяч он стоит в России, вот, это 900 евро. Я в шоке, это я на фрагрантике прочитала. Значит, Луи Виттон мне еще понравился, Мурат или Мурат, там, розовый, удовый аромат неплохой. Буду в Кноке, сниму вам его, потому что быстрее я стала быстро садиться, поэтому не сняла ничего. Так, что еще? Ну, конечно, у Луи Виттона мне очень нравится цветок пустыни. Флёрды, что там, флёрды, не помню, короче, цветок пустыни. Понравился, красивый аромат. Новый у них какой-то вышел, LV Lovers. Интересно, что там, в общем, у Луи Виттона, кстати, очень крутые ароматы, но очень все дорого. Неподъемно. Раньше нам казалось, а муашь дорого, а теперь Луи Виттон стал дорого. Вот, в общем, наслаждайтесь, радуйте себя красивыми вещами, классными путешествиями, классными ароматами. Хочется, чтобы жизнь... Жизнь такая короткая, я всегда об этом говорю, вы меня ругаетесь, но я вам хочу просто напоминать, я не постоянно об этом думаю. Но я когда снимаю видео, хочу передать вам настроение, чтобы вы себя баловали, чтобы вы себя... Я пропагандирую вообще гедонизм, но slim гедонизм, я вообще пропагандирую умный гедонизм, slim гедонист. Короче, надо думать о будущем, но не забывать про сегодня, радовать себя сегодня. Если есть возможность радовать любимых, радуйте хотя бы их цветами, радуйте их какими-то эмоциями, духами, походами, путешествиями и так далее. Хоть чем-то. Обнимите, поцелуйте, позвоните, пришлите какой-нибудь смешной мем, но радуйте близких и себя в первую очередь. Про себя не забывайте, потому что вы у себя одна штучка, а другой не будет. Я вас люблю, вас обнимаю, ваша Аня Купер. Давайте друг другу напишем, может быть, добрые слова, пожелаем друг другу прекрасного лета. Осталось три месяца. Вместо три, два месяца осталось от лета. Что там, уже конец июня. Июнь пролетел... Так, как эта муха. Июнь вот так пролетел за секунду. Я вообще не заметила, как июнь прошел. Так и лето всегда проходит, к сожалению. Все, мы с Жориком с вами прощаемся, потому что становится жарко, надо закрывать все окна. Я вас целую, обнимаю. Ваша Аня Купер. Пока-пока-пока. Если нужны вам парфюмные видео, оставляйте, пожалуйста, запросы внизу, какие темы. Я не знаю, какую подборку сделать. Я обещала вам грушевые ароматы, но у меня, к сожалению, их совсем нет. Поэтому я пока еще не обзавелась грушевыми ароматами. Вишневые я уже снимала. Может быть, мускусные снять? Дайте знать. Напишите, что вам интересно. Потому что как-то в пустую, в холостую снимать тоже не хочется. Я вас люблю. Пока.